всем привет сегодня пойдет разговор о пилах о штилях вот об этих ну немного так небольшое видео откуда сниму расскажу про пилы 3 пилы рабочих осталось нам в лесу вот надо делать пилы сейчас завтра послезавтра бригада поедет отвлекают от работы вчера целый день считай спину не проковырял сегодня вот уже тоже ковыряюсь тут место подготовился чтобы двигатель делать здесь еще под это на эту балку буду лебедки ну забью сюда штырь сбоку можно два двух сторон и тросики или буду люблю но лебедочкой где-то повернуть двигатель за счеток помогать чтобы понятно весь двигатель то не поднимет там и лебедка нас маленькая то ручная слабая двигатель весит в сборе если он весит тонну 200 блок только один пустой 300 с чем-то весит 350 где-то так и подымать наклонять его помогать что привезли вот средства 4 пилы 1 2 вот этот 3 и там одной разобрал 4 на этот кабинатор не работает глушитель туда делал он весь сломанный на одном болту глушитель держался пружина здесь сломанная вот ручка на ручке вот здесь на той пиле было вот здесь вот гофра стоит между карбюратором между карбюраторами цилиндром там такая гофра стоит я покажу даже вот вот гофра такая порвалась вот так и должна быть вот так должна быть вот она порвалась вообще полностью порвалась как я не знаю как работали вообще но и не работали она не работала нифига крышка сломанная онся тут здесь вот сломано вот это дергают обычно со всей силой за пилу сначала тоже не мог понять что не работает как гадар давай ковырять там тоже тыкал мыкал потом-то раз смотрю так вот сюда на крючку эту шевельешь лучше работает но как вот так шевелится ручка относительно двигателя вот эта ручка вот так вот я наше ряда так вот так вот заводишь пиво так вот шевелишь и раз она так шевелешь и по-другому работать прижмешь как-то вот так вот раз лучше работать начинается потом-то понял что это гавка вот порвалась поменял гофу поменять надо разобрать это все снять полностью полку и короче разобрать на его твои за вторую тоже карбюраторы на ковырянные все ковыряли в этом разбирают их карбюраторы каждый день по 10 раз глушак на одном болту держится люди пилят пружина сломана на ручке нормально говорит что-то пила дать не работает нифига что-то плохо работает мужик расстиховался ушел не стал работать на валке она вот валил но он как так вальчик такой ну не вальчик как по жизни так то на валке то на скрижовке где как работает кто не знает может пропиловать не сталкивался с этим там считает подписчики много где живут москве это где там где-то еще в америке может кто пил это не видел такие как ими работают и что с ними делают вообще так вот немного покажу чуть-чуть поснимаю карбюратор успел и вот стартер вот сломанный вот стартер сломали еще да вот на 1 стартер был сломан его сломана а сломалась почему вот этого фигня так ломается держался на трех болтах вот и стартер было раз два три болта здесь здесь винта не было 1 дерьги это начинаешь стартер и вот так как бы но он начинает выгибать потому что нету 1 начинаёта к выгибать глубоким слабо держится и начинает выгибать и там потому тут вот вот сломалось center фигня сколько то дёргали дёргали видать потом усерд Alexis выломал он путь что выломал и здесь вот вот здесь вот выломала тут кусок выломала и он как видимо тут как здесь как заклинило он кверху так поднялся как бы да и вот тут и сломала воздействие в этот же момент сильно как резко так дернули он сюда тут отогнулся так и здесь выломала тоже ну так раз у а кверху так вышел и там все сломалось так вот стартеры вот и ломает он оригинал тоже стоит что-то дорого сейчас не знаю сколько но тысячи полторы на расстоит всякое с ним до больше наверно не кажется из трех пил 2 сделал тут на карбюратор тоже не работает 200 361 вальщик у вальщика это пила была всю наковырял карбюратор весь перековырял что-то там все сетка все расковырена эти крышка сломана сверху на карбюраторе где закручивается демембрана как вот я не знаю как работать с такими людьми всю пилу сломали но она как они что ломают она замерзает час зима где-то вода попала ли лёд конденсат какой-то в карбюраторе попадает замерзает я просто на отогревать это в тепло заносишь отогреваешь и все работаешь дальше они говорят такую ерунду типа вот вода попала в карбюратор как его там убирать оттуда надо разбирать карбюратор я люблю так вы чё придурки что ли как его разбирать как зачем я убирать берешь просто пилот отогреваешь погазовал завел и она прогазовалась там все вылетела вся вода все с техника вообще не понимают в технике очень несколько все пил его сломанного пил и вон пила вот еще лежит вот этот 180 но она работает вроде 340 еще лежит здесь тоже не работает все работало тоже отлично все работало пила вот сколько там месяц в лесу побыла и не пилили даже толком ничего ведь не работает нагреется что-то глохнет не работает черт его зовут тоже на осмотреть делать показать хочу просто какое отношение вот вот пила вот этого вот у вальчик она была вот глушитель вот смотрим от дырка это я уже сделал его сейчас тут вот я его располовинил так и сварил обратно внутри все сломалось внутри там брякается бренчит потом давай разбирать внутри он вообще так болтается на одном болту держался вот есть болт один здесь вообще нету болта резьбы резьба сорвана уже тут все выпало там внутри железки брякается болтается потом давай тут смотреть тут ручка смотрю вот пружина сломана вот эта пружина вот она все она сломана вот все болтается вот так вот и карбюратор не работает весь расковыряли карбюратор и как вот как люди вот я не знаю как работает глушителя на одном болту держится скоро отпадет ручка сломана пружина и человек работает и что-то пила гид не работает нифига но вчера психовался пилы не работает ничего не работает я копал дома буду сидеть лучше и вот люди так работают как бы и думают что как бы она должна работать как-то вот пила так она должна работать все с упавшим глушителем со сломанным пружинами с карбюратором совсем разковыренным там все наковыренной весь расковыряли там сетка такая вот тут как пират или вот здесь вот вот карбюраторе вот здесь откручиваешь эту крышку там сеточка такая есть железная стоит вся такая гнутая все расковыренный а чё各位 эту сетку ли чо и там видать в карбюратор попала грязь какая-то мусора пил какие-то личо может то видно там все в опилок внутри была как такая ну грязь эта сетка получается она держит эта сетка держит чтобы грязь не попадала туда внутрь карбюратора потом приносят пилы потом начинаешь вот это и смотреть ковырять и удивляться он ручка пилу зажмет в дереве где-то когда пилит и вот так начинается наглую так дергать вот за ручку за так вот за эту ручку так в наглую раз раз все ручку сломали это еще чем вырвали вот тут ломают где-то вот ломали как-то вот здесь вот здесь вот ломается бывает и вот в этом в этом месте обычно чаще ломается все сломали бросили пилу а все пила не работает давайте новую пилу пилу вас плохие что-то старые какие-то не работают нифига но кто с техникой не дружит такие люди они вот бесполезно им объяснять что-то если человек не понимает вот что вот на что глушитель надо прикрутить потому если не понимает этого но это без бесполезно ему объяснять что-то что учить как-то его там или чё вот ну что чтобы он как-то понимал это бесполезно лучше пускай он сидит дома ничего не делает но выгоднее будет даже и ему выгоднее нам так вот по идее на высчитывать вот карбюратор расковыряла там карбюратор стоит 4000 три с половиной 4 сейчас я сейчас не знаю даже сколько уже на больше четырех если не четыре с половиной может уже винты такие специальные пластмассовые заглушки стоят чтобы не крутить лишнего все посрывают эти вот винты накрутят по тут накручено было там внутри такие две тоже заглушки все винты посрываются крутят карбюратор this вы накрутят как сколько раз уже говорил не крутите карбюратор не крутить и не работает а поставили если не понимаете там в этом зачем вы там крутите разбираете карбюраторы положили все взяли другую пилу пил этих там 10 пил наверно там в лесу вот она сетка потом тут порвана где-то вот тут сетка есть дырки тоже вот это вот здесь вот сетка вот уже это уже дырки надо короче вот эту сетку новую покупать тоже негодно видимо тоже ропилки попадает и тоже там портится все тут все расплавили вода вот видно вот расплавлено здесь вот здесь оплавили все это тут поплавленного тут тоже вам покоца на все какое-то такое там на 440 пиле тоже так вот все оплавленного здесь вот это но видеть не знаю на чем на костре где-то или на чем греют или так вот прям так ноги на огонь как-то делают и все он плавится по барабану людям не берегут не технику ничего это на насрать не свое не жалко да они свое также не берегут россия страна придурка в каких-то что ли я не знаю как так вот вам покажу вот с 250 вот цилиндр вот коленвал вот тут это тут снизу крышка стоит на и китайских ставишь вот этот коленвал вставляешь крышку закрываешь таким вот так и он вот так болтается внутри ну неправильного расточен вот этот диаметр где подшипники вставляются этот цилиндр он нормальный его можно поставить еще он работать будет хотя тоже тут болтается вот этот немного тоже люфтит тут тоже как вот корпус тоже не это неправильно сделан неточный работать будет вот так еще поставить можно поршень там право такой не очень немножко в задирах такой поршень но можно поменять поршень если че вот такая ситуация короче с пилами пилы вот вот пилу даешь вот сделал в лес даешь вот сколько два-три дня попилили там неделю раз все не работает опять что-то смотри что ручка сломана наглушители гайки ослабляются вот эти и он начинает болтаться немножко а люди перед не смотрят что он там ослаб по барабану на он болтается болтается и потом начинает весь трескаться все разбивает гнезда тут все все разбивать весь потрескается на куски и ломается а люди пилят по барабану на все вот эта сетка тоже эту сетку вот эти ушки тут такие ушки есть вот эти вот начинают открывать раз ухо одно обломит ушка одна бломит она как вот так поднимается это снимать вот так вот и подковыривает и так снимается на из из этой стороны еще ушка вот так верху поднимается и что попадает грязь ну это опилки мусор туда и что летит с карбюраторов туда двигатель и по барабану так вот пилят люди вот они не что допустим ну сказать там привезите вот эту вот или в запасе чтобы было допустим поменять привезите но новую вот эту у них в этих болезнь до 250 их вот таких штилей болезнь у них карбюратор если попала в отопилки сюда попадают все карбюратор засоряется и начинает мозги компонсировать и все и потом не делается он уже я тут их чё только не делал вот он карбюратор вот он тоже плохо работает он как бы работает но так не очень то нормально работает увидеть там опилка где-то когда болтается внутри где-то попадет раз начинает мозги компонсировать как глохнет и глохнет сам газует что-то как-то непонятно потом какое-то время погазуешь что-то раз опять нормально начинает работать вот здесь канал и вот есть вот дырка он дырочкам то тут еще там еще есть какие-то короче тут дырки вот эти вот воздух заходит вот отсюда с этой стороны он там смешивается как внутри тут и выходит сюда наружу уже как нас топлив как топливная смесь на холостых оборотах система холостого хода вот здесь каналы здесь есть и вот этот винт вот регулировочный он регулирует вот подачу холост на холостом ходу топлива и вот там камера такая здесь специальная есть там внутри она засоряется вот и взять опилки туда попадают когда фильтра если фильтра если нету такого но 8 мимо тучи или двигать дырки бывает прожгут до отгрей тут дырки по прожигает или проткнуть чем-то и тоже так по барабану пилят и туда попадает что-то грязь и начинает мозги компонсировать он и все я уже как только я не делал короче эти карбюраторы продувал и компрессором тут разбирал полностью и все их компрессором там выдувал и чем только не делал шприцом там и бензином и всякой ерундой какой-то кислоту какую-то или как я не знаю который деле вы может разъесть можно только на разделать я вот думал еще об этом и все короче карбюратор негодно его по идее но выкидывать только нужно запчасти что-то оставить можно вот мембраны там какие-то за счет такое клапана пружинки вот эти вот и все приходится покупать новый карбюратор такой такой карбюратор стоит тысячи три где-то наверное вот такой стоит оригинал штильский три с половиной а три может и больше сейчас уже китайский где-то полторы вот у китайский стоит он полторы канитель тоже постоянно и все вот обычно с пилами это вот из-за людей но человек вот не понимает если с пилой работает когда он не понимает как чё и обслуживать как вот правильно делать все что чистить надо вот эту сеточку постоянно там допустим мыть ее снимать не просто надоело уже вот это вот ерундой это заниматься пилами бесперестанно их ремонтировать не успеваешь ремонтировать но всем пока наверно показал пивы немножко всем пока удачи до новых встреч вот такие пилы у нас но все зависит от людей они от пил пил и мы хорошие вот эти